Мне хотелось бы сегодня обратиться к вам, открыв Ветхий Завет, и послушать, что один из известнейших людей Ветхого Завета пожелал молодому поколению, а точнее, пожелал своему молодому сыну. Это был царь Давид, когда он состарился, и пришло время передать царство в руки сыну своему, молодому, красивому Соломону. Давид решил, обращаясь к нему, сказать самое ценное, самое дорогое, что он мог передать. Интересно отметить, это не была передача казны. Мы ожидали бы самой торжественной передачи ключа от сейфа. Он бы мог сказать, сын мой Соломон, накопил я очень много. Золото у нас и серебра больше, чем у соседей наших. Вот тебе этот ключ. Живи, руководи, используй. Это мог бы сказать Давид. Он мог бы и многое другое сказать. Но, однако, он решил сказать то, что, по его мнению, считалось самым важным. И мне сегодня хочется эти слова и передать вам, дорогие молодые люди. Записаны эти слова в первой книге «Паралипоминон». Первая книга «Паралипоминон», 28 глава, и там 9 текст. «Давид говорит Соломону, и ты, Соломон, сын мой». И вот теперь послушайте, что он ему желает, какие наставления дает. «Знай Бога Отца твоего». «Знай Бога Отца твоего». Это дороже всех богатств царства. Самое главное, что Давид пожелал сыну своему, он сказал ему, «Сын мой, знай Бога Отца твоего». И дальше «И служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Вот с такими словами царь Давид обратился к своему сыну. Первое, что он сказал, мы уже отметили с вами, «Знай Бога Отца твоего». «Недостаточно, чтобы Отец знал. Недостаточно посещать церковь, в которой знают Бога. Недостаточно, чтобы твои друзья знали Бога. Важно, чтобы ты лично, чтобы каждый из нас лично знал не о Боге. Мы многое знаем о Боге, но знаем ли мы самого Бога. И поэтому сердце Давида, мудрого человека, изливается в просьбе «Сын мой, знай Отца своего, Бога Отца своего». Интересно отметить, что в Священном Писании очень много говорится о знании Бога. Так, например, в Евангелии от Иоанна в 17 главе и в 3 тексте говорится, там записаны очень известные слова. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя». Знание Бога – это уже начало жизни вечной. Тот, кто знает Бога, в сердце того уже царствие Божие началось. В сердце того вечность началась, «Потому что он знает Бога». Или пророк, древний пророк Еремия говорит, «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». А посмотрите, что записано в книге «Служение и исцеление». Там на 409-й странице записано следующее. Знание Бога – это основа всего истинного образования и всего истинного служения. Это единственная реальная преграда против искушения. Это единственное, что может сделать нас по характеру подобными Богу. Преобразование характера, чистота в жизни, умелое служение, приверженность правильным принципам – все это зависит от правильного знания Бога. Это знание является основной подготовкой как для этой жизни, так и для жизни будущей. Знание Бога. Именно от нашего знания Бога зависит наша жизнь, наше поведение. Если мы имеем неверную картину о Боге, если у нас искаженное представление о Боге, то у нас, соответственно, будет и такая жизнь. Именно ту картину Бога, которую мы с вами имеем, формирует то, как мы с вами живем. Имеем мы правильную картину о Боге, будем жить правильно, счастливо. Будем иметь неверную картину о Боге, наша жизнь будет такой же. Если мы имеем представление о Боге, что Господь – это грозный, очень опытный милиционер, который с радаром, так, чтобы его никто не заметил, следит за каждым нашим движением. Отразится это на нашем отношении с Богом, на нашем поведении или нет? Обязательно отразится. Если у нас неверная картина о Боге, наша жизнь будет таковой. Интересно отметить, что в декабре 1998 году НАСА запустило исследовательский спутник-корабль к Марсу для того, чтобы изучить климат Марса. Этот спутник-корабль обошелся в 125 миллионов долларов. Очень дорогой корабль. Но через 9 с небольшим месяцев этот спутник-корабль исчез. Он был уничтожен, как только попал в атмосферу Марса. Это произошло 23 сентября 1999 года. После длительных исследований ученые признали, что они совершили ошибку. Они признали, что не учли разницу в двух системах измерения силы и скорости. Они не перевели все в одну систему. И в результате была небольшая, но все-таки значительная ошибка. Разница между двумя измерениями, которые они использовали, настолько незначительна, что за 9 месяцев полета ни один из наблюдателей движения этого корабля воздушного ничего не заметили. Но когда этот корабль-спутник пролетел в течение 9 месяцев в 416 миллионов миль, за это время он отклонился на 56 миль. А точнее, на 56 миль приблизился ближе к Марсу, чем это было позволено. И как только он попал в атмосферу Марса, он был уничтожен. Маленькая ошибка, неверное представление, казалось бы, незначительное, но привела к тому, что все вложения, измеряемые в 125 миллионов долларов, оказались выброшенными на ветер. Дорогие друзья, то же самое может произойти в духовной жизни. Если мы допустим ложное знание Бога в своей жизни, нас ожидает та же самая катастрофа. Очень важно иметь правильную картину о Боге, иметь правильное, верное знание Бога. Именно только это знание способно настроить правильные взаимоотношения с Ним. Интересно отметить, что вот то слово, которое здесь используют Давид, знай, знай Бога, оно означает очень многое. Оно означает не просто теоретическое, умственное знание, оно еще и означает тесные взаимоотношения, оно означает дружбу. И даже некоторые переводчики переводят этот глагол как «Всегда имей в своем взоре, всегда перед собой имей Бога». Знать Бога – это значит Его всегда видеть. Знать Бога – это иметь с Ним тесные взаимоотношения. Но необходимо истинное знание Бога. И поэтому лишь только человек, общающийся с Богом, может получить от Бога, от слова Его и правильное представление о том, каков Бог, кто Он есть. Вы, наверное, помните молодых людей в Вавилоне, когда им сказали, что если вы не упадете и не поклонитесь этому прекрасному, красивому, золотому истукану, то ваша участь будет какова? Вас сбросят в печь, и там будет намного жарче, чем сегодня здесь в Киеве. Там бумажкой, движением ветра вы себе не поможете. Там будет очень жарко. И юноши решили остаться верными кому? Вы знаете эту историю. Они решили остаться верными Богу. И вот интересно отметить, как знание, именно правильное знание Бога помогло этим юношам. Они, обратившись к руководителям, сказали им, «Знай, царь, что Бог, которому мы служим, Он что? Он силен, Он может избавить нас от этой печи. Бог, которому мы служим, Он всемогущий Бог. Он может нас избавить. И Он избавит нас. Но пусть царь знает, даже если Он и не избавит нас, то мы все равно Тебе и Твоему истукану поклоняться не будем». Посмотрите, какое знание Бога они имели. Во-первых, они знали, что Бог, Которому они служат, Он Бог какой? Всесильный. Он Бог спасающий. Он тот, Который может спасти. Но в то же время они знают, что Он не только сильный всемогущий, Он еще какой? Он еще и все знающий. Он еще и тот, Который знает будущее наперед. Он тот, разум которого неисследим. И поэтому, если в Его мудрости Он сочтет нужным нас сейчас не спасти, то мы все равно доверяем кому? Все равно доверяем Ему, потому что знаем, что Он нас любит, знаем, что Он все может, знаем, что Он мудр, и такому Богу мы всецело доверяем, что бы с нами не произошло. Интересно отметить, что пророк Исаия тоже обращает внимание на знания Бога. Посмотрите, что Он говорит в 43 главе и в 10 тексте. «О Мои свидетели, говорит Господь, Вы и раб Мой, которого Я избрал». И затем Он говорит, «Для чего Он избрал нас вместе с вами и здесь собранных и раба Его». Он говорит, «Вот для чего Я избрал? Для того, чтобы вы знали и верили Мне. Я избрал вас, Господь говорит, для того, чтобы вы знали и верили Мне. если бы я сегодня спросил вас, вы верите в Бога? Кто из вас верит в Бога? Все верят в Бога. А если бы я вас спросил, а верите ли вы Богу? Это одно и то же или нет? Верить в Бога или верить Богу? Есть большая разница. Мы все верим в Бога, но очень часто мы не верим Богу. Молодые люди, когда вы стоите перед выбором, и мир вам говорит, что идти вот этим путем хорошо, приятно, а Господь вам говорит, нет, изберите этот путь. Кому вы верите больше? Ведь каждый день, особенно молодые люди, мы стоим перед искушениями, мы должны принимать решения, мы стоим перед выборами. Этот мир нам говорит свою точку зрения, а Господь нам говорит свою. Кому мы верим? Кому верите вы? И Исаия здесь увязал два этих интересных понятия, два слова. Знать и верить. И Исаия говорит, что Бог избрал нас для того, чтобы мы, во-первых, знали Его, а во-вторых, верили Ему. знания и вера, они очень похожи и в то же самое время зависимы друг от друга. Только если я знаю Бога, только если я имею правильную картину о Боге, каков Бог, только тогда я смогу этому Богу верить, доверять. И поэтому мое желание сегодня, обращаясь ко всем вас, дорогие юноши и девушки, знайте Бога, продолжайте каждый день узнавать красоту Его характера. Если вы имеете какую-то проблему или нужду, обращайтесь к Нему. Если вы стоите перед выбором, куда пойти учиться, или вы ожидаете, когда появится Он или Она, и где же Они, Он или Она? Если вы будете иметь правильную картину о Боге, если вы будете знать Бога, вам будет легко и доверить Ему и этот вопрос. Именно правильное знание Бога ведет к правильным решениям, ведет к правильной практической жизни, если вы хотите быть счастливыми, если вы хотите быть благословенными, если вы хотите стать благословением для других, знайте Бога. Имейте правильную картину о Боге, потому что только истинному Богу Библии можно верить абсолютно все. И такому Богу можно доверять. Интересно отметить, что далее Давид продолжает свою речь и говорит «Знай Бога Отца твоего» и добавляет и еще что «Служи Ему». «Знай Бога и служи Ему». И потом он интересно объясняет, как служить. Можно по-разному служить. Это не значит, что каждый из вас должен стать пастором. Хотя нам хотелось бы, чтобы многие из вас стали таковыми. Но Бог своей мудрости может быть одарил вас и имеет о вас совершенно иной план. Но кем бы вы не стали по профессии, Господь желает, чтобы вы служили Богу. Если вы будете успешным бизнесменом, это хорошо. Служите и через это Богу. если вы будете выдающимся музыкантом, слава Богу, служите этим Богу. Будете математиком, физиком, чем угодно. Будьте им, но при этом служите Богу. Посмотрите, как Давид дальше говорит. Знай Бога Отца твоего и служи Ему. И дальше он говорит от всего сердца и от всей души. От всего сердца и от всей души. Здесь в этом выражении заложены интересные понятия, которые не так легко передать. Давид здесь говорит от всего, от открытого, жаждущего, желающего служить Богу сердце. Вот таким сердцем служи Господу. И затем он говорит от всей души или в оригинале используется интересная фраза, которую можно перевести и умом открытым, готовым к повиновению от всего сердца, от всей души, от всего разума служи Господу. И дальше он говорит, раскрывает немножечко картину о Боге. Каков Бог? Он завершает свое наставление Сыну возвращаясь к описанию Бога. И посмотрите, что он дальше говорит. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Представляете, какую картину о Боге открывает Давид своему сыну? Давид говорит сыну, Соломон, знай Бога, служи Ему, потому что Бог, которому мы служим, это Бог, который испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Здесь тоже в оригинале используется очень интересная фраза, которая означает, что Господь абсолютно видит и замечает все. И Он не только видит и замечает все, и Он не только видит наши поступки, Он не только видит наши действия, Он еще и видит и замечает и понимает все мотивы, которые стоят не только за нашими поступками, но и И все мотивы, которые стоят за нашими мыслями. Вы представляете, как много он знает? Он не только знает все то, что мы делаем. Он не только знает все то, о чем мы думаем. Он даже знает мотивы, которые стоят за нашими мыслями. Как вы думаете, такому Богу не страшно ли служить? Когда вы едете по дороге, и вас водители предупреждают, что там где-то спрятались с радаром, вы сразу себя ведете хорошо. Как только проехали... А если Господь такие радары имеет, что он все видит, не только поступки, не только мысли, вы представляете, он даже видит, какие мотивы стоят за нашими мыслями. Не страшно ли служить такому Богу? Не боитесь вы служить такому Богу? А ведь это можно посмотреть и с другой стороны, не только с отрицательной. Давайте мы посмотрим на примере Моисея. Для меня Моисей является очень удивительным библейским героем. И он всегда с детства поражал меня, удивлял меня. Во-первых, Господь дает ему такое ответственнейшее служение. Но перед тем, как он ему дает это служение, перед каким выбором стоял Моисей, вы помните? Он имел возможность... Ну, самое лучшее, что мог тогдашний мир предложить... Египетская цивилизация тогда была на высоте. Самое лучшее, что мог предложить мир в то время... Было... Все это было у Моисея. Но Библия говорит, Моисей решил лучше страдать с народом Божьим. Сегодня бы мы сказали, лучше страдать с сектантами, чем наслаждаться прелестями цивилизованного мира. Вы представляете, перед каким выбором он стоял, и какое решение он принял? Я помню в детстве, когда я думал об этом герое, я думал, ну, нельзя, неужели нельзя было найти компромисс? Можно же было наслаждаться там, можно же было оставаться у фараона, и через фараона, через его министров, каким-то образом помочь народу Божьему. Не лучше ли было бы так? Но почему-то он избрал лучшее. Почему? Потому что его мать раскрыла ему правильную картину о Боге. И когда он увидел картину о Боге, каков Бог? Он решил, я лучше буду иметь такого Бога с этими сектантами, чем без него в этом роскошном дворце фараона. Он имел правильную картину о Боге. И затем он пошел. И вы знаете, 40 лет по пустыне. Вы можете прочитать, что против него восставали все. Народ, который он так любил, который он спасал, восстал против него. Мало того, его родной брат, его родная сестра тоже восстали против него. Все были временами против него. И казалось, что весь мир отвернулся от него. Иногда даже казалось, что сам Бог готов был отвернуться от этих людей, не поковырив их. Но Моисей продолжал. Господи, он ходатайствовал этот народ. Все же, Господь, зная Тебя, зная, что Ты милостив, зная, что Ты всемогущ, Ты же можешь. Давай дальше будем работать с этим народом. И в конце концов, получается интересная картина. В конце концов, Моисей доходит до обетованной земли, доводит народ. И вот Господь ему говорит, Моисей, ты хорошо потрудился. Теперь, пожалуйста, поднимись на гору Нева и там умри. Вы представляете, что Бог сказал своему самому верному слуге? Поднимись на гору Нева. И Моисей стал единственным человеком, кто сам пешком пошел на свои похороны. Поднялся на гору Нева и смотрит. А с этой горы открывается очень интересная картина. Как только вы поднимаетесь на эту гору и смотрите, перед вами Иорданская долина. Внизу мертвое море. Но оно голубое. Это вода. Вы не знаете, что оно мертвое, потому что 40 лет он не видел воды такой. В таком большом количестве. И вдруг море. Голубое красивое море. А правее Иорданская, Иерихонская долина. Пальмы. Все это видно вдали. Вот он шел. Он стремился. Он вел. Он уговаривал людей. Бог нас доведет. Продолжайте доверять. И теперь, казалось бы, ну, Господи, кому, кому, а ему-то помоги вступить ногой. Он мечтал. Ему каждый день, может быть, или ночь, сон снился об этом. Господь ему говорит, вот они, они войдут, а ты ложись и умри. Каков Бог? Какая-то картина о Боге. поступили бы вы так с самым верным вам человеком. Конечно, мы скажем, ничего страшного. Ведь как только он успокоился, послушал Бога и умер, через несколько мгновений Господь что с ним сделал? Воскресил его, взял его на небо. И Моисей и сейчас слушает, что происходит здесь, в Киеве. Бог же воздал ему во сто крат. Правда? Но наш Господь, о котором Давид говорит, который знает даже движение наших мыслей, он даже видит мотивы, которые стоят за нашими мыслями, он видел, как Моисей хотел сам своими ногами вступить на эту обетованную землю. Да, Господь дал ему небесный Иерусалим, но он знает, Господь, что ему хотелось и ступить в земной Иерусалим. И представляете, что он сделал? В один из дней, как повествует нам Новый Завет, Господь подходит к Моисею и говорит, Моисей, а я помню, я помню, что тебе так хотелось ступить на обетованную землю. Пойдем. Он взял Илью, взял Моисея и с неба спустил его куда? Вы помните? На гору преображения, на другую гору. С той горы открывается вид на Галилейское море, самое чистое море. И открывается прекрасная картина всей низменности долины Иорданской. Вы представляете, каков Бог? Он бы сказал, ну, Моисей, помнишь, тебе так хотелось, а я тебе дал, разве не лучшее я тебе предложил? И Моисей бы сказал, да, Господи, твоя мудрость велика, ты лучшее мне дал, я очень доволен. Но Господь сказал, нет, я знаю, что тебе очень хотелось. И поскольку я Бог, который все вижу, я хочу удовлетворить твое желание. Пойдем. Хорошо, что Бог знает все наши чаяния, или нет. Вы представляете, какой Бог? У каждого из вас есть какая-то мечта, не так ли? Вы смотрите на Бога, вы ожидаете, и вам иногда кажется, что Он молчит. Вам так хочется любить, а любить некого. Вам так хочется служить, и иногда кажется, служить некому. И вы молитесь, и проходит и год, и два, но знания Бога, если мы знаем, каков Бог, будьте уверены, Он никогда вас не подведет. В своей мудрости, когда созреет время, когда все будет вам на благо, Он не забудет. даже если Он вам даст вечность, Он не забудет ваше чаяние здесь. Как Он сделал с Моисеем, так Он и поступит с вами. Знание Бога дает нам силу жить. Знание Бога дает нам силу следовать за Ним. Ибо только знающий Бога может быть тем, кто готов идти за Христом, что бы это Ему не стоило. потому что Он знает, что стоит идти за Богом. И затем Он завершает Свои слова и говорит, если будешь искать Его, ты найдешь Его. Если будешь искать Его, а если оставишь Его, то и Он оставит тебя навсегда. это выражение, которое означает Бог не насилует личность. Если ты пожелаешь верить свою судьбу Богу, Он обязательно возьмет ее в свои руки. Но если ты пожелаешь сам, если ты пожелаешь отвернуться от Бога, Он не будет силою тебя заставлять. Выбор за тобой. Вы представляете, какая глубина заложена в этом совете, который дал Давид своему сыну Соломону. Знай Бога. Служи Ему от всего сердца. И между прочим, Давид говорит, хочу тебе немножечко раскрыть, расширить картину о Боге. Бог, которому мы служим. Он видит и испытывает все сердца. И Он видит движение мысли. Он знает все. Он не будет силой тебя держать. Но если ты пожелаешь, если ты пожелаешь служить Ему, а это желание будет только тогда, если ты будешь познавать Его, если ты будешь знакомиться с Ним, если ты будешь жить с Ним, если ты пожелаешь, Он никогда не оставит тебя. Дорогие молодые люди, кто из вас сегодня вечером хотел бы сказать «Господи, прочитай все движения мыслей моего сердца, прочитай и заметь все мотивы, которые наполняют мою голову. Ты видишь мои чаяния, мои мечты, мои желания. Прочитай их, Господи. И возьми мою жизнь в свои руки. И помоги, чтобы твоя воля могла исполниться в моей жизни. Именно твоя, потому что твоей любви, твоему всемогуществу, твоей милости я доверяю». Кто из вас готов это сегодня сказать Господу? Слава Богу! Давайте помолимся о том, чтобы наше знание Бога возрастало с каждым днем. И именно восхищаясь красотой и характером нашего Бога мы могли бы продолжать наше служение. Наш дорогой небесный Отец, сегодня вечером, когда многие молодые люди, приехавшие из разных уголков этой великой страны, уставшие, собрались здесь. Мы просим, Господи, посмотри и взгляни на каждого. Ты видишь в сердце каждого. Ты знаешь все. И Твое все видение и все знание всего не страшит нас, потому что Ты не милиционер, а добрый Отец, который желает лишь только одного – благословить, осчастливить. Помоги, Господи, чтобы во время этого Конгресса каждая девушка и каждый юноша могли бы ближе познакомиться с Тобой, увидеть красоту Бога нашего, Твою красоту, Господи, и что Ты, любящий, добрый, всемогущий Отец, заинтересован в счастье молодых людей больше, чем они сами. Поэтому, Господи, благослови каждое сердце, прикоснись Твоей отцовской любовью, наполни их миром и помоги нам ежедневно и ежечасно, познавая все больше и больше красоту Твоего характера, служить Тебе и верить Тебе. Во имя Твое просим. Аминь. Аминь. Аминь.